У нас безбородок ни одного не было. Если он безбородок, там бороду подправил. А вот эта девочка приняла хрещение, отца не допустили, а мама не ерущила. Бороды обязательно не было? Обязательно. Так Бог сделал. У нас безбородок, если бороду подправляют маленько, сколько-то, пока не отрастет, будет соглашенными стоять. Ни одной волосины не затрогать. Почему? Это Давид так сказал. У Давида были слуги. И он послал царю Аманицкому сочувствие выразить. А те говорят, что он не зря пришел, а саглядатые пришли. И взяли полбороды и отрезали. А когда Давиду сказали, он говорит, в Иерусалим не запускать их. Пускай в городе проклятом Ирихоне сидят, пока бороды отрастут. Это земной Иерусалим не запустило, а мы в небесные идем. Надо внимательно слушать. Написано, дочь Якова. Дина вышла посмотреть на жителей земли, а ей сделала насилие. Написано, она была обесчищена. Запомните, обесчищена. А когда бороды обрезали, написано очень обесчищена. То есть усилища, то есть хуже изнасилований. А нам, женит, берем бритву, скоблю. Ну вот она, пожалуйста. Вот это батюшка приехал, у которого были. Это вот, прищищаются. Посмотрите, как... Вот как вообще, вот один вопрос у меня, вот прямо скажите. Как относится официальная церковь, вот немножко у вас не считают вот к секции, и отрамившим, и от этого. Но епископчик стоит за вас. Но за моим это у меня лопало вашу. Но все равно критикуют вас. Я задаю вопрос. Да, критиковать это любой может. И делать начнем. Вот представьте, я веду занятия, с 17 лет только в одном университете, а я в 5 университетах веду занятия. И у меня ставка профессора, я ни разу не получал, я ни за 1 год не получал. Почему? Надо было ИНН получить. А ИНН не грех, но я другим даю пример. Ради примера я отказался от шестизначной цифры. Пример дороже всего. И вот теперь, смотрите, от епископа местного, от патриархийного, приходит секретарь Гончаров Сергей Михайлович, просит бумагу, чтобы меня вышли с университета. А профессора на это не пошла, ректор не пошел. То есть они такую подвозь делают, даже не искать. Что попало, говорят, это там и секты, и бессарионы. Мне некогда отвечать. Я должен работать. Они за мной никогда не убежатся. Пока они бьют, я уже давно попал. Они сейчас угнали, я убьюсь. Сейчас вы до долбодон, а я уже в Веневан. Они в Веневан, а я уже в Махачкале. И никогда не убрать. Нас пугали в Чечне, не ездите в Чечне. А мы приехали, нас как родных братьев приняли. Это диалог, большевые. Я просто не убежал, мне это не тяжело, мне это радостно. Мы сегодня встали, вчера вешаем без ужина, и сегодня встали, сухари. Сухари в воду потолкали, поели и опять погнали вперед. Да. А я, значит, послужил и забыл покушать. А сухарик я эти поел, я даже это... У нас простая святая вода. Мы, представьте, воду сырую пили в Польше, в Германии, в Венгрии, в Румынии, в Чехословакии, в Чехии, в Словакии, в Сербии. Здесь все республики, и никто не заболел. Я им предложил наши грузинские... Ем простую воду из-под краба в туалете. Предложил им наши грузинские фрунки покушать. Говорит, нет, мы в тот же сейчас не покупаем. Нет. Батюшка знает, что это не наигранная, это жизнь. Да, вот это самое главное, вот это. Да, я помню. Видно, что в теле есть, когда она в 100 раз. Что здесь писали? Вот эта книга, я думаю, что это еще в константе. Вот я сейчас покажу вам, посмотрите, сестры. Вот это вот я иду арестованной. А то святы летят. В 86-м году меня судили. А в 87-м, 15 марта, вышло постановление президиума о помиловании всех подозвученных. 210 человек. Он говорит очень сильные слова, сказал, он говорит. Я знаком со многими авторами. Когда авторы говорят, то они не договариваются, они не такие, как пишут. А они лукавят, но когда считаю лапки, он такой, как пишут.